Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я сейчас изготовлю ручейника, который, ну, к сожалению, у нас проблематично. Ловить на него у нас очень маленькие ручейники в домике. А вот, друзьям-сибирякам, мурманчанам, довольно-таки это приемлемая будет приманка. Значит, я взял крючок. Граб-шримп, номер 14. Его ввязать можно, начиная с 10 номера. И одел вот такую стеклянную бусинку. Можно одеть вольфрамовую, если есть черная. Это будет даже лучше. Огрузил свинцом, взял обыкновенную нить, которая вот у меня была ровница, подходящая по цвету. Вот такая. Разделил ее пополам. Очень простой, как вы и просили, изготовить. В качестве тела мы будем использовать или же вот такого лимонного цвета, даббинг, или ближе к светлой оливе. То есть тот, какой он получается в естественной среде. Мы берем с вами, немножечко, наносим с вами даббинга на нить, с одной и с другой стороны. И буквально маленькими щепоточками, еле касаясь, наносим даббинг на нашу нить. Вот этой модели уже, наверное, через две недели, лет 15 будет. Впервые ее изготовили болгарские друзья и довольно-таки успешно используют ее в рыбалке. Значит, проверенный вариант в наших краях, но, к сожалению, на номере или же 16, в крайнем случае номер 14, так как очень большая величина получается личинки, не соответствует нашей кормовой базе. На Днепре еще есть вероятность ловить и на больших крючках, но я изготавливаю для своего региона. Нанесли вот так, совсем немножечко, на одну из половинок нашей нитки даббинг. Соединяем теперь наши нити и аккуратно скручиваем даббинговую нить. До того момента, пока у нас не образуется хорошая даббинговая вот такая нить. И теперь аккуратно, начиная от загиба, будем наматывать. Но учитывая то, что хищник у нас достаточно зубастый, нам необходимо для более крепкого изготовления нанести на наш крючок клей. И уже на сам клей нам необходимо с вами вот так аккуратно все это намотать. Никаких больше украшений нам не надо, так как в природной среде он такой и есть у нас лохматенький. И за счет вот этой нитки, которую мы выполняем с вами в сегментировании, мы с вами изготавливаем тело. Как у меня вот вышло, добавляем еще немножечко. Теперь нам необходимо изготовить грудку. Как я уже говорил, я грудку буду изготавливать из вот такого даббинга. Можно брать вот такой темно-коричневый с хорошей остью. Или же ближе к болотному цвету, так как в натуральную величину у нас вот такой вот ручейник есть. Оливка и само тельце у него, где голова с лапками, уже более такой у нас получается черным. Учитывая то, что вот такая лохматость, вы на это сильно не обращайте внимания, потому что 2-3 поклевки, и у нас буквально все станет на свои места. Поэтому мы все с вами наматывали, используя клей. Берем так же теперь, я не расщепляю нить, промазываю немножечко клеем, и наношу то количество даббинга, которое необходимо нам будет для формирования грудки. Если вы помните, сам по себе ручейник, которого вытащишь из домика, он у нас одинаковый как тело, так и сама грудка. Поэтому только лишь головка у нас несколько меньше. Поэтому давайте соблюдать пропорции и сготовим теперь нашу головку. Добавим, как обычно, немножечко клея и проведем намотку. И вот, как вы видите, вот такой ручейник уже у нас готов. Ничего я не вычесываю, не почесываю, рыба сама все за нас делает. При попадании в воду, он довольно-таки натурально напоминает нашего ручейника. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!